Здравствуйте, с вами Дмитрий Трофимов, а вы, мои дорогие друзья, вы же помните, где вы находитесь? Ну, вы находитесь на моем канале. И сегодня я вам расскажу 4 совета, чтобы люди уважали вас, или как вести себя, чтобы люди уважали. И давайте сразу же к делу, не будем разбусоливать. И первый совет, который нужно соблюдать, если вы хотите, чтобы вас действительно уважали люди, это поведение тела. Вы же помните, у меня уже на моем канале есть рекомендации, посмотрите, ссылка только что появилась. Именно как должно вести ваше тело себя, какие нужно привычки внедрить и какие привычки нужно убрать, чтобы вы не провоцировали, во-первых, токсичных людей, каких-нибудь людей агрессивных, людей, которые постоянно ненавидят других людей. Вот это, чтобы не было провоцирования с вашей стороны, с помощью вашего поведения тела. Потому что тело, к сожалению, нас иногда предает. То есть мы думаем, что мы просто такие естественные, но при этом, если мы зажаты, если мы вот так что-то, да, рука вот здесь, мы все зажаты, голова здесь, голова ниже горизонта подбородок, если мы тихо говорим и вот это все вместе, да, вот именно зажатость, она провоцирует других людей с вами поступать агрессивно, более агрессивно. Если вы хотите, чтобы вас уважали, вам нужно наоборот захватывать больше пространства своим телом, да. Мы расширяемся за счет наших плечей, за счет наших лопаток, потому что мы еще опускаем плечи вниз, да. Помимо этого у нас жесты более открытые, более широкие. Помимо этого у нас подбородок на уровне горизонта и другие фишки, которые я уже вам предоставил. Посмотрите по видео, которое появилось выше в рекомендациях. Второй совет, который нужно соблюдать и благодаря этому вас будут действительно уважать. Это словесно научиться защищать себя. В словесных, опять же, конфликтах, да. То есть, если человек над вами как-то вот там стебется, может быть, как-то вас критикуют слишком агрессивно, и вы тем более не спрашивали его совет или его критику, то есть, как-то вас вот унижают. Это все нужно уметь, да, каким-то образом стоять за себя, да, защищать себя, показывать свои границы. Именно словесно прокачаться в конфликтах. И тогда, если вы научитесь, вы поймете, что словесный конфликт это как спарринг. То есть, есть противник, да, вот спарринг-партнер, и есть вы. И если вы спаррингуетесь правильно и применяете техники словесные правильно, то, конечно же, человек, который рядом с вами, то есть, ваш спарринг-партнер по словесным конфликтам, он проигрывает. И чтобы прокачаться по словесным конфликтам, это, в общем-то, не так уж и сложно. Все, что нужно, это, например, записаться ко мне на практику, и там можно прокачаться. Можно посмотреть мои видео на канале, потому что тоже есть уже рекомендации, какие техники можно применять, когда там вас унижают, оскорбляют, как-то стебут. Все это уже есть. Следующий совет, который офигенски классно работает. Вот прям запишите это тоже, запишите. Это уметь справляться с тревогой. Вот если вы умеете справляться с тревогой, а другие люди не умеют, то вы, опять же, повышаете свою уверенность в себе. Если вы повышаете свою уверенность в себе, вы не боитесь словесных конфликтов. Если вы не боитесь словесных конфликтов, вы, опять же, помните, вы, опять же, расширяете свое тело, ваше поведение тела другое становится. тогда вас начинают уважать, потому что вы не боитесь защищать свои границы. Это очень важно, потому что люди это чувствуют, они предчувствуют, вот здесь можно границу одного человека пройти, потому что видно, что он ничего делать не будет, но другого нельзя. Люди, которые боятся защищать свои границы, они боятся, в первую очередь, не людей. Запомните это правило, они боятся своего страха, они боятся своей тревоги. Вот именно если вы умеете и научитесь справляться с своей тревогой, во время слабостного конфликта, Может быть, во время каких-то разборок словесных, или что-то, когда вам не нравится, или когда ваши границы, опять же, подвигают. Если вы можете отстабилизировать себя, либо вы каким-то образом все равно что-то сделали с своей тревогой, она стала ниже, меньше, люди это чувствуют. И они уже не начинают с вами конфликты. Зачем? Потому что видно, что вы уважаемый человек. Опять же, у нас цель, чтобы вы были уважаемы. И последняя рекомендация, последний совет, тоже очень классный. Уже, опять же, есть на моем канале видео, почему не нужно отшучиваться, когда вас оскорбляют, унижают, высмеивают, жестко стебут, когда вам это тем более не нравится. То есть, последний совет, тоже очень мощный, чтобы вас люди уважали, это не нужно отшучиваться, если вам неприятно, когда вас стебут, высмеивают, опять же, неприятно. Или как-то вам что-то говорят, что-то неприятное, а вы такой, ахахаха, да продолжай, продолжай. Алифтина, да, конечно, ты сказала, что я лысый и страшный, но продолжай, так смешно, да. Но при этом, при этом внутри вы чувствуете боль, неприятно, что вот вас сейчас оскорбили, но вы боитесь постоять за себя. Вы боитесь показать границы, вы боитесь показаться каким-то агрессивным, да. И это ошибка. Не отшучивайтесь, когда вас атакуют. Когда вам неприятно, защищайте себя. И тогда люди начнут вас действительно уважать. Они будут ценить общение с вами. Напоминаю, у меня есть телеграм-канал. Посмотрите, что там есть. Там разная тусовка происходит, мы что-то пишем друг другу интересное. Помимо этого, у меня есть фейсбук, у меня есть вконтакте, у меня есть паблик вконтакте, у меня есть фейсбук, я уже это сказал. И подпишитесь на мой канал, не забудьте, потому что если вы подпишетесь на мой канал, вы не пропустите видео, которые будут выходить. Еще, да, интересное видео, подпишитесь обязательно, колокольчик, нажмите комментарий, напишите, как вам, кстати, мои советы, напишите свое мнение. Может быть, вы хотите добавить еще какие-то рекомендации по этой теме, чтобы люди вас уважали. Я все внимательно читаю и, конечно же, залайкую вас. Пока-пока. Второй совет, который нужно соблюдать. О боже, как это чешется, когда ты говоришь.